Всем привет! С вами я, Денис, и это 10 фактов о школе, которые вы никогда не услышите в самой школе. Ну что ж, не буду тянуть, поехали! Итак, первый факт. Сам по себе термин школа происходит от греческого слова «сколе», который означает «досуг». Правда, сегодня школу вряд ли можно назвать «досугом». Второй факт. В разных странах разные системы оценок. В России это от 1 балла до 5, 5 баллов это высший балл. В Чехии же наоборот, 1 считается высшим баллом. В США буквенная система ABCDF, в Украине 12-бальная система, во Франции 20-бальная система, а в Китае введена 100-бальная система оценки. Третий факт. В городе Лакхнау в Индии находится самая большая школа в мире. Сейчас в этой школе насчитывается около 50 тысяч учеников. Как думаете, им там весело? Много друзей, да и в прятки-догонялки играть здорово. Или же очень суматошно? Много людей, шумно. Хотели бы вы учиться в такой школе? Пишите это в комментариях. Четвертый факт. В японских школах, как правило, нет столовых. Поэтому дети, как и учителя, едят за своими партами. Пятый факт. Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон обучался дома. Так как, проучившись три месяца в школе, учительница сделала вывод. Он полный тупица. А Альберт Эйнштейн был чуть ли не двоечником в школе. По физике! Дэвид Бэкхэм бросил учебу, чтобы заниматься футболом. А актер Джон Траволта, чтобы овладеть сценическим искусством. Шестой факт. Слово педагог было придумано в Греции. И означает оно вовсе не учителя. Педагогами в Древней Греции называли рабов, которые отводили детей в школу и забирали их обратно. А как правило, для этой работы использовались ни на что не пригодные больше рабы. Ну вы поняли, как использовать это слово. Седьмой факт. В старые добрые времена школьников частенько пороли. Нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Да, было и так. Если наставник проявил особое усердие и ученику досталось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце. Вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число». Восьмой факт. Самый длинный урок продолжался в Австралии, когда в 2003 году профессор Мари Барроуз целых 54 часа читал лекцию по биологии. Классу из 26 человек. Господи, как они там запарились. Мне их реально жалко. Девятый факт. Одна из необычных школ мира – это школа Террасет. Находится в городе Рестон, США, штат Вирджиния. И расположена под землей. Это учебное заведение появилось в 70-е годы прошлого века, когда Америку постиг энергетический кризис. Городские власти не придумали ничего более экономичного, чем построить школу, которая бы сама себя согревала. Для этого сняли земляный холм, построили здание и засыпали его снова землей. Предусмотрев не только то, что школа сама себя будет согревать, но и систему охлаждения здания. Так что учеников Террасета по праву можно называть детьми подземелья. А в остальном это обычная американская школа. И десятый факт. В Финляндии нельзя вызывать ученика к доске, если он не хочет выходить. Ставь лайк, если хочешь так же. А с вами был я, Денис. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить много чего интересного. Всем удачи, счастливо и пока-пока.